Мир фантастики В CLK 25 гернит все воля анролл от 6500 гс Дорогие друзья, если вы не поняли, что я сейчас сказал То в принципе вряд ли вам понравится очень сильно наш следующий подкаст С вами очередной выпуск фантастического подкаста И сегодня он, как вы могли догадаться, посвящен юбилею Самой популярной, самой важной и все еще живой MMORPG World of Warcraft И сегодня три персонажа World of Warcraft собрались По совместительству заодно еще и три автора мира фантастики Собрались, чтобы обсудить Вовку Бессонным ночам, которые были проведены в этой замечательной игре И, конечно же, тому, что мы пережили, что нас ждало И что нас, возможно, ждет с World of Warcraft в будущем Ну и, конечно, будем много-много говорить всяких разных непонятных слов Кто это мы? Хочу представить, конечно же, двоих своих прекрасных сокастеров Гном-охотник 120-го левела Артем Дубровский Привет-привет! Орг-рыцарь смерти 110-го уровня Олег Поторокин Зорду! Всем привет! И нежить-чернокнижник 95-го уровня Данил Реснянский Ну, на самом деле, конечно, еще и шаман И паладин И волшебница Много того еще Много у меня было персонажей Но это, конечно, совершенно другая история, друзья Любите фантастический подкаст? Становитесь нашими спонсорами на Бусти Это позволит вам глубже погрузиться в происходящее А нам стать чуточку лучше Прикупить микрофон другой до тех авторов, у кого с ними беда Перевести монтажера с Дошираков на трехразовое горячее питание в Мишленовском ресторане И прикупить кое-какое платное программное обеспечение У подписки на Бусти есть несколько уровней Все спонсоры будут получать новые выпуски подкастов на неделю раньше Юнлинги в дополнение к этому смогут послушать эксклюзивные выпуски, выходящие два раза в месяц Подаваны сверх того удостоятся персональной благодарности на странице подкаста А мастера в придачу ко всем вышеперечисленным бонусам Также получат доступ в секретный чат В котором смогут доходчиво объяснять, где именно ведущие были неправы А заодно и предложить свои правильные темы для грядущих выпусков Круче мастера только магистр, этот высший иерарх нашей бустерной системы Он, пока поддерживает статус, кроме всех прочих плюшек, получает еще и оглашение своего замечательного имени в каждом из выпусков фантастического подкаста Вступайте в нашу ложу, у нас есть много ступеней посвящения Сделать это просто Достаточно перейти на страницу подкаста на бусте и выбрать подходящий вам уровень Чем больше поддержки, тем лучше будут наши выпуски и сильнее наша благодарность Итак, с чего же мы начнем? Начнем с того, что World of Warcraft исполняется 20 лет И совсем недавно вышло очередное дополнение В которое давайте мы забежим немножко вперед Дополнение The War Within Никто из нас не играл Так точно Интересно, почему? Ну, возможно, что-то случилось Что-то случилось Случился максимальный уровень 80-й, как говорится, да Так вот, поэтому мы, конечно, будем в основном сегодня обсуждать, в принципе, предыдущие 20 лет проведенные World of Warcraft Но в зависимости от того, кто сколько в нем провел, про юбилей и вот про все вот это вот такое Давайте начнем с личного опыта, какие-то достижения, когда начали Вот прям, давайте вот прям по пунктам Вот когда вы начали и сколько вы потратили своей жизни на эту прекрасную игру Вот давайте, можно я начну тогда? Да Этот рассказ Вперед Короче, я, как и большинство людей моего поколения, познакомился с World of Warcraft благодаря эпизоду Южного парка, который назывался Make Love, Not Warcraft Я надеюсь, что вы оба его смотрели, но если нет, это упущение Конечно Так точно Просто Пол Стэнли до сих пор в плейлисте Абсолютно точно, да Это было такое уникальное явление, потому что это был... эпизод вышел в 2006 году, если я правильно помню И это тот период, когда я еще школьник, очень юного возраста, у меня еще только начинает проклевываться интернет И я очень любил Warcraft 3, и оригинальную, Reign of Chaos, и Frozen Throne И мы много играли с чуваками на паленых дисках с очень убогой паленой тогда озвучкой у нас была То есть о том, что там есть официальная какая-то российская локализация, я узнал уже сильно позже И мы обожали третье Warcraft, и здесь выходит такая же на каких-то пронесенных дисках, или тогда уже, может быть, флешках, я не помню Нам показывают вот эту серию Южных Ой, слушай, слушай, можно я тебя на секундочку перебью? А у вас были еще такие паленые, типа, как бы, дополнения к третьему Warcraft, которые не имели отношения к официальному сюжету третьего варика? Я просто покупал такие диски на рынке, там они назывались Warcraft 3 Камени Мира, или что-то такое, короче Warcraft 3 Владивосток То есть это просто дополнительные кампании, типа, записанные на какую-нибудь болванку, типа, да? Да-да-да-да-да Ага, да-да-да, были у нас такие штуки Ну вот, и, в общем, и пронесли нам эту серию Южного Парка Мы смотрим с чуваками Это происходит просто абсолютный шок, потому что оказывается, что где-то во внешнем мире, за пределами России, у людей, у которых есть интернет Там, оказывается, все играют уже в Warcraft вообще другого формата И мы начали этой штукой бредить абсолютно То есть это тот формат, когда вы дети, выходите, обсуждаете, не зная, что происходит в игре, но сами додумываете какие-то более, наверное, даже интересные сюжеты, о чем эта игра и что там можно делать И мы с этой штуки дико кайфовали, и потом очень скоро у меня, наконец, появилось нормальное соединение, там нормальные какие-то игровые мощности И я присоединился к миру World of Warcraft, наверное, в том же, может, 2006 или 2007 году Но, естественно, не официально, потому что про то, что это, оказывается, есть какой-то офф-сервер, и за него даже можно платить Это вообще мой юный мозг этого не воспринимал Но у нас был очень кайфовый сервер нашего города, Пенза, в котором я до сих пор живу Это был пиратский сервер, где одновременно играл, ну, там, дай бог, человек 70 Ты живешь на сервере или в Пензе? Прости, зовут Хотел бы я пожить на сервере, да, я андроид Сервер под названием Пенза Да, сервер под названием... Я загрузился, чтобы поболтать на этом подкасте Вот, ну, короче, да, на сервере нашего города у нас там свой сервак, где играли, типа, в CS, в Team Fortress, Left 4 Dead, когда он выходил И вот был отдельный сервак World of Warcraft И на нем, ну, дай бог, на пике играл человек 70 одновременно Но в тот момент, я увидев эту цифру в 70, я такой, черт, да это ж весь мир со мной Здесь просто вокруг какое-то запредельное количество народу И мы в это вкатывались, тогда было актуальное дополнение Burning Crusade Вот я с него начал играть и закончил я, собственно, на Shadowlands Наверное, последний аддон, в который я играл Но и то, честно говоря, я в него играл больше уже, наверное, по каким-то рабочим вопросам Потому что я тогда активно писал, была очень активная у них промо-компания И для понимания, у меня жена до сих пор работает У нее под мышкой лежит коврик вот с Shadowlands, который нам рассылали из пресс-службы Blizzard Чтобы вот, типа, мы там как-то его осветили Но это история уже о том, когда ты стареешь, Warcraft уже все больше не тот И он тебя не так сильно вкатывает, как в начале А вот в этом 2006-м, вот тогда было хорошо И дальше старперский треп на полтора часа еще Нам еще предстоит старперский треп Олег Да, у меня на самом деле история-то, считай, почти один в один То есть тоже 2006-й год, тоже Burning Crusade Тоже пиратские сервера сначала Потому что, да, я слышал про официальный какой-то сервер Ну, во-первых, он был тогда еще в России, его не было Он был там европейский, какие-то жуткие деньги там надо было платить Платить деньги помесячно за игру Для меня это было из разряда, что так можно, что ли? Это вообще законно, но это когда мы покупаем диски по 100 рублей на рынках у дяди Вася, естественно И у меня тоже вот Вовку я, наверное, узнал примерно в одно время Может быть, даже раньше, чем вообще в какой-нибудь ВКонтакте завел Вот как интернет появился у меня в 2006-м Это еще было так забавно, что я уезжал в летний лагерь Меня родители... Единственный раз в жизни меня родители отправили в летний лагерь В спортивный, при том, что я ни разу не спортсмен И когда я оттуда вернулся, у меня был интернет У меня просто счастье, полные штаны И вот буквально там через несколько месяцев Мой друг-одноклассник показывает мне у себя на компе Там ему старший брат поставил вот игрушку Он там на аккаунте брата персонажа качает Я такой, подожди, это же игра по третьему Варкрафту Что? Подожди, что? Протираю глаза, что? Так, в смысле? Прямо за вот это, за эльфов? Вообще круто! И все, и понеслось То есть это было сразу установлено Мы на вот этом пиратском сервере начали там вместе играть У нас еще не было, чтобы вы понимали, там скайпов каких-то Вот этого вот, мы до этого еще не дошли У нас просто как бы общение в игре происходило Мы просто созванивались телефонами И оставляли это на громкой связи И вот так вот общались Несколько часов Пока играли, там рейдили или что-то Вот, и только потом, когда вот мы узнали про существование Это ведра Про, что там было Тимспик был, да Это тоже вот в то время популярный И там уже, ну, скайп и так далее Естественно, мы там перебирались с одного сервера на какой-то другой Народу было тьма тьмущая Я вот не помню Я считал нормальным для себя, что Вот, помните, значит, Kill Jedem Ну, финальный босс Burning Crusade, по сути Конечно Я не помню, я потом расскажу, почему Он, короче, такой большой красный эридар Вылезает из портала И наполовину в этом портале Ну, он из солнечного колодца вылезает Так вот, на нашем сервере Ну, вот, по-моему, на втором сервере, на котором мы играли Не было такого понятия, как пройти Sunwell То есть солнечный колодец У нас было понятие Мы выходим в рейд И кто-то с помощью этого спидхака, по-моему Просто Kill Jedem приводит к нам ко входу Мы его убиваем И лутаем с него там какие-то вот шмотки И все И выходим И там уже, там, перезагружаем рейд И снова идем вот так же Вот так вот играли мы В далеком 2007-м Вот Только потом уже, наверное, где-то в году 2009-м Когда, скажем так, уже кошелек школьника стал чуть получше Так, он стал не пустым А так вот, чуть-чуть там с обедов стало откладываться Warcraft пришел в Россию официально Как раз примерно в этот период С релизом ватылка И там один за другим у нас Ребята начали на официальном сервере играть Ну и я тоже вместе с ними влетел Почему бы и нет Вместе всегда веселее И вот с тех пор, да, с 2009-го года У меня мой орк Рыцарь Смерти И его, так сказать, родитель Рыцаря Смерти нельзя было Как первого персонажа делать Сначала надо же было кого-то еще Прокачать Первым у меня был как раз-таки Чернокнижник Если я правильно помню Он у меня был как раз-таки Кровавый эльф Чернокнижник А, нет, вру Это была нежить Чернокнижник Он назывался у меня издавна С самых пиратских версий Он у меня всегда назывался Саруман Только через Y Такой Сариман Вот Потом уже через много-много лет Мне это имя При переходе на какой-то сервер Я не смог это имя сохранить Потому что Саруманов как грязи И Сариманов тоже Видимо Вот Не знаю почему Возможно, это какой-то популярный персонаж О котором я никогда не слышал Хе-хех Ну, в общем, наверное, для начала Пока достаточно Потому что дальше я могу рассказывать Как мы уже там в рейды ходили Мой первый рейд в Наксрамос Тоже вот просто история Ну, я думаю Я могу пока запаузить А Данил расскажет Как он вообще С Варкрафтом Познакомился Ну, вообще с Варкрафтом Я познакомился Не, ну, с Вовкой Естественно С Варкрафтом я думаю С Вовкой очень все было Довольно легко Я помню Поскольку я тогда выписывал Журналы всевозможные Я узнал, что вот Прекрасная ММО-РПГ Я до этого играл в ММО-РПГ Но у меня был Значит, круг ограничен Чем линейку Я немножко поиграл Но я никогда не был фанат Корейских ММО Чем выгодно для меня Отличился потом Волду Фаркрафт От вот всех азиатских Игр азиатского типажа Скажем так Вот я линейку Прям полностью Мимо меня прошла Вот Еще играл в такую игру Прости господи Рагнарек онлайн Потому что мой Трук меня туда затащил Но это было вообще Очень специфическое Он меня прям насильно Говорит заставил Иди играй И я, короче Два вечера на это потратил Тыркая там с пиксельной графикой Какой-то отвратительной Тыркая каких-то пориков Мориков В общем, потом Ты заходишь в город Вид там сверху Вот там тысячи Кто-то что-то Какую-то ахинею пишет Я такой Нет Потом я куда-то сходил Тоже что-то типа рейда Чуть-чуть прокачался Там первая пати И я такой Боже, какой же это сблев Простите фанат Рагнарёк онлайн Мне кажется Сейчас ущемил половину Наших слушателей Просто этим Максёром Рагнарёка Прямо Прямо в коку Вот Ну я не знаю Возможно Просто Вот мне реально Вот азиатский Я несколько азиатский Тоже Это были пиратские Всякие сервера Мне вообще не вкатило Гриндан Фарм Стилистика И тут я значит Узнаю Что World of Warcraft Выходит в России Это был там Конец 2008 года И собственно Он вышел У меня тогда не было Безлимитного интернета И я как Васечка Просто Ждал Когда у меня Проведут безлимитку Это случилось Весной 2009 года И я первым делом Что пошел в магазин У меня до сих пор На полке стоят Четыре джевола С потрясающе Красивыми артами Соответственно World of Warcraft Burning Crusade Лич Кинг И потом Там чуть позже Получается Катаклизм Катаклизм Да Но там не сильно позже Там уже зимой Десятого года Собственно Зимой десятого Зимой десятого Катаклизм запускался Уже одновременно Во всем мире И соответственно Начиная с катаклизма И вплоть до Warlords of Draenor До четырнадцатого года Я регулярно Подписанку Обновлял А потом Я заходил Когда выходили Следующие два дополнения То есть Выходил Легион Я беру там Себе Три месяца Или даже Один месяц Я захожу такой Окей Пройду сюжетку Потыкаю Рейдики Ну в принципе Все окей Все прикольно Но Прохожу основной Сюжетный квест Потрачу на это Сколько-то часов И такое Ну и спасибо Ну и ладно Обновил шмотки На персонажа Поглядел на него И закончил Ну и собственно После Battle for Azeroth Я по-моему Последний раз Тогда продлил подписку А я не продлил Тогда Blizzard Мне по-моему Щедрые руки Они дали по-моему Как раз Battle for Azeroth Ну типа ключ За дополнение И я говорю Пацаны Каждый раз Еще у вас Просить Можно хотя бы И они мне дали Ключ еще на Три месяца Подписки И я в общем Потыкал Потыкал И потом Несколько лет назад Когда выходил Наверное Это был год 20 И уже был Shadowlands Я вот зашел Чисто Меня попросили Друзья Постримить Но сюжетку Вообще Другую То есть Постримить Там Пандарию Человек Вот хотел За вот этого Как у нас Называются Эти Раса Волчата Господи Воргена Воргена Вот он попросил Типа сюжетку Изключен из подкаста Аф-аф-аф Аф-аф Аф-аф Вот Короче Типа попросил Просто пройти сюжетку Воргена Ну вот стартовую И там еще поиграть За Воргена Я говорю Да без проблем Вот я за Воргена Разбойника еще поиграл Но в целом Вот так прям Мощно Жирно Крепко Я играл Вот получается С Лича До Пандарии Вот прям плотно И я хочу сказать Что это прекрасное время Было Но что бы ни случилось В Варкрафте Единственное Что конечно Вот меня смог Сманить Оф-классик Но про это мы Наверное Отдельно немножко поговорим Так что да Я никогда не играл Соревновательно Как-то да Вот я думаю Что есть смысл Поговорить о том Чем нас пленило Волд оф Варкрафт Почему мы потратили Я например потратил На мои прикидки Хорошо что там нет счетчика Но по моим прикидкам Часов наверное Эдак 800 И это я думаю Что очень мало Я на нее влим Я об этом не жалею Вот Что Я наверное Лучше не считайте Пацаны Я наверное Не меньше Двух тысяч А может даже Больше Я даже не знаю Вся Зачем вы Пошли Вов Вот просто я могу Очень кратко И быстро ответить Во первых Мне безумно Нравилась До определенного Момента История То есть я следил За Варкрафтом Но в первую очередь Начиная с Третьего Варкрафта Потом я гуглил И поглощал лор Который был раньше Мне безумно Зашла история Гнева Короля Ильича Ну просто Я считаю Что это одно из Прекраснейших Историй И трагических Мне очень понравилось Я мог бы себе Представить Как классно Обновил все Катаклизм То есть у тебя было Все вот так А потом бах И все резко поменялось Наверняка Многие Кто тащится По опять же Вот этой азиатской Стилистике Там как затащились Закачались В пандаре То есть для меня Вов это был всегда Не та игра В который там Люди редятся Или там Простите Уж за лимонь Отписи на какие-то Там достижения Для меня это была Классная РПГ В которой Можно копиться Ну то есть С элементами Какой-то социализации Для меня это всегда Был классный сюжет Потрясающая атмосфера И с музыкой Потрясающие Просто все темы Из старых Варкрафтов Просто до сих пор В мозгу въелись Все титульные Все заставочные Экраны Там дополнений Для меня это Вот это в первую очередь То есть для меня Это хороший РПГ Где куча была классов Куча профессий Куча раз Где можно рыбку половить Я не знаю там Ну и можно заодно Там сходить Боссов каких-нибудь Постучать Вот Знаешь Ну Даже есть же Вот это Выражение Варкрафт Это моя жизнь Вот Это реально Это вот Я был из тех людей Которым Хотелось Поместить себя В мир Варкрафт Не с видом Сверху С зеленой рамкой А реально Оказаться в Азероте Каким-нибудь там Заштатным Ну потом В результате Незаштатным Конечно же Ночным эльфом Или каким-нибудь там Туренчиком Или нежитью Которая там Лежит в подгороде И выходит из зеленых Жижных коридоров В общем Чтобы там Послушать Как в тронном зале Шепот Этих самых Из CGI К третьему Варкрафту Можно если прислушаться Услышать Да Речь там Артаса Да Если на полной громкости В тронном зале Вот И Это просто Вот такие места То есть ты по местам Боевой славы Там где ты бродил Зеленой рамкой Ты можешь оказаться С видом от третьего лица С более симпатичным графоном Вот И По-моему это был топ Ну то есть там Самому увидеть портал Да В Дренор Пылающие эти все штуки Это тот самый портал Из второго Варкрафта Из которого все Началось Так Жестянка И вот Только ради этого Но Возможно у вас как-то по-другому Вот Ради чего вы пошли В Варкрафт Ну и конечно ради персонажей Которые потом изговнили И заретконили Но это Дальше Да Да нет На самом деле Я здесь С тобой согласен В принципе Все вот это И сделало В свое время World of Warcraft Таким Ну прям Популярным То есть О нем Ну говорили Чуть ли не все Просто казалось бы Кто хоть как-то Относится К компьютерным играм Они такие Вот все Ну Даже там Кто-то Видел Варкрафт Ну Ну я имею Ввиду Стратегии Там как-то Ну может краем Глаза Но все равно Там вот такие Вот тут Прям такая ММОшка Прям там Что угодно Можно делать Столько всего Там вот тебе И ходишь Поисследуешь Прям Локации Легендарные Да Там по Вот опять же Стратегиям Вживую Там увидеть Как где-то Там вдалеке Этот находится Вот этот Мировой Кусочек Мирового Древа Тогда же Ну вот До катаклизма Ты же на Хиджал Еще попасть Не можешь Это была Вообще Закрытая локация Для разработчиков И ты там Ну вот где-то Вот оно Там вот Кусочек Дерево Оно такое Огромное Ты это А ты видел Это дерево В катсцене Когда Архимонд К нему подходил И когда его Это Господи Эти светлячки Разобрали на атомы Это вот Действительно Очень клевое ощущение Когда ты ходишь По вот этим самым Местам Боевой Славы И Просто наслаждаешься Тем что Вот ты Вот прям внутри Прям здесь Прям сам Все вот это Переживаешь И все там Куча Каких-то новых Историй Там самых Каких-то Приземленных Жена Несчастного Малкрика Которую Никто не мог Найти В степях 20 лет Это по-моему Самый Самый Главный Мем Это бедная Малкрика Жена Да Это был Мем Того же уровня Что Вообще Общий Чат Степей Потому что Чат Степей Это была Клак Интересная Продам гараж Общий Чат Степей Продам гараж И То Что Ты Как бы И свою Какую-то Уже Появившуюся Любовь К этой вселенной Ты ее Приносил В эту игру Там ее Развивал И это Происходило Параллельно С другими Людьми С которыми Ты Как бы Коопишься Что-то Делаешь Какие-то Задания Прикольные Какие-то Вообще Может быть Левые Активности Просто С друзьями Там Время Как-то Прикольно Проводишь Занятий Просто Куча Казалось бы Вот все И поэтому Ты просто Со школы Бежишь Такой И куча Сколько Всего Надо То есть И можно И надо И хочется Сделать Вот именно Там Такой Не хочу Я вот Тут Что-то Дома Убираться Делать Домашку Вот это все Потом Потом Вот сколько Всего Можно в Варкрафте Сделать Было И поэтому Ну игра Конечно Очень увлекала Давайте вспомним Любимые мемы Ну во-первых Вот вы же знаете Что типа Мем Эльф 80 уровня Чтобы вы знали Это именно Именно Слон Варкрафта Ух Если вы 20 лет Были в танке Да Если вы 20 лет Вдруг Внезапно Были в танке Нет Мой любимый мем Это По-моему Из катаклизма Там где Вместо Арт Это же Болвар Форд Драгон И Там Арт Загрузочный Где он руками Такой Типа Вот И Игроки Начали Фотошопить Почему он В странной позе Такой сидит На этом Ледяном троне И там Пририсовывали Миллион Фотожап Что он там Уронил Ужин И еще Какое-то Фигню Вот Мне сразу В голову Пришел Мем Ну такой Опять же От сообщества У нас На сервере Постоянно Возникал Флешмоб В чате Скинуть Какую-нибудь Ссылку На Ачивку На Какое-нибудь Заклинание На какой-нибудь Предмет И Добавить Ну Скажем так Сначала Там добавляли Слово Саранит По-моему Или Саранита Потом Это Перешло Немножко В Стали К Вот этим Названиям Добавлять Скажем так Жопы Только Немножко Менее Цензурно Вот И Значит И все И весь сервер Начинал Вот Весь чат Долорана Просто Начинал Спамить Эту фигню И Это было Некоторые Были Настолько Смешные Что Просто Ты Бросал Все дела И просто Читал Наслаждался Этим Бредом Который Там Происходит Или вот Тоже В Долоране Постоянно Так как Это такой Город С цикличной Главной Улицей То там Обязательно Какой-нибудь Карусель Мамонтов Состоится Вот Что-то Такое Наверное Не совсем Мем Но Скорее Такой Вот Флэшмобы Флэшмобы В Варкрафте Это такой Отдельный Вид искусства Которые Могли Спонтанно Возникать И Тоже Доставлять Удовольствие Мне кажется Мы с вами Не вспомнили Герои Конечно Конечно А вы Знаете Что это была Постанова Да Теперь Мне было Не так давно Лето Когда я узнал Что Это разбило Мне когда-то Сердце Что Вот Эх Герой детства А все Оказалось Подставой Ну вот Такая она Взрослая жизнь Вот Вы что-то Любите В детстве А потом Взрослеете Разочаровываетесь Вот Так Ну что же Нам нужно Как-то Оживить Беседу Поэтому Спонтанный Квинвик Блиц Так сказать За Орду Или за Альянс Учитывая Последнее дополнение По-моему Вообще Стало Насрано Максимально Но тем не менее Если канонически Подумать Давайте Отмотаем Время назад Итак За Орду Или за Альянс Голосуем Блин Я отказываюсь На этот провокационный вопрос Отвечать Потому что За эти Овер до хрена лет Которые были проведены В Варкрафте Поиграны было Вообще за всех И найдены плюсы Вообще во всех Наверное Расах Классах И сочетаниях Поэтому я Как максимальный Чмоня Буду за мир И добро И вообще За тех И за других Но кстати Забавный факт Один из первых персонажей Которые я на официальном сервере Начал Мне было дико интересно Поиграть за эту расу Поэтому я начал За Дрине Паладина По-моему Вот И только потом Когда меня что-то Друзья Перешли С одного сервера На другой Там Ну в процессе Вот открытия русских серверов Они же Не сразу все Открылись Там какие-то Вдогонку открывались И вот Все друзья Решили там Перейти на Более свежий сервер Чтобы там И очередей Наверное Как-то поменьше Чтобы вот Все такое И я вот Перешел И был вариант Сменить Нет Я кстати Не менял У меня по-моему Дринейт там Где-то Там так и остался Потому что Я начал вот Уже чернокнижника Прокачивать Андеда И нормально Потому что Ну все были за орду И я такой Ну да Че я буду Придавать Так сказать Идеалы Вождя Вот И Залетел за орду Мне всегда нравились Бладельфы Вот ничего Не могу с собой Поделать Самая Блин Красивая Стартовая Локация Вот для меня Всегда была Это У Бладельфов Вот Луна-свет Там всегда Душа отдыхала Просто Насколько мне Это нравилось Потом Ну вот Уже ради Скажем так Фишечек Рейдовых Была такая Тема Что Нужно Было Все-таки Такую Как-то Иметь Высокую Производительность В рейдах Гильдейских И У некоторых Раз были Обилки Получше Какие-то Характеристики Получше Для рейдов И вот Например Орки Внезапно Оказываются Хороши В ПВЕ Контенте Бладельфы Были Ну как бы Похуже Вот Поэтому Да Пришлось Своего Рыцаря смерти У меня сначала Точно было Бладельфом А потом Стал орком Я это Даже У себя В голове Придумал Фанфик По которому Ведь Рыцари смерти Они же Изначально Да Вот Если мы Говорим Про самых-самых Первых Рыцарей смерти Которые еще Не Короля Лича А который еще Гулдан их делал Это Души орков Помещенные В тела людей И я такой подумал Блин Точно У меня значит Была душа Орка Помещенная В тело Бладельфа Но потом Там в связи С кое-какими событиями Там вот Скажем так Внутренней магией Тело Сменилось Снова на Орочья То есть Душа орк Снова получила Своё старое тело Но остался Значит Рыцарем смерти Вот И я Кайфовал От этого Своего Внутреннего Канона Мне он Дико нравился Кто-то сказал Что придумал Фанфик Я думал Там будет Что-то В стиле Братик Я застряла Там в Каражане На таких Ну Блин На такие Фанфики У меня Фантазии Наверное Не особо хватало Я просто Братик Я застряла В Каражане ТП Вот Слушайте А какая У вас Ладно У вас вопрос С Ардой И с Альянсом Мы решили полюбовно Какая любимая локация Сложный вопрос Я на самом деле По сути уже ответил Мне действительно нравится Боже Я сейчас пытаюсь вспомнить На русском Как она Вот это Ну Которая собственно У Стартовая У Кровавых Эльфов Блин Честно Что-то Немножко Немножко Какие-то леса Лес Вечной Песни Лес Вечной Песни Все Я помню Кельталас У меня внутри переводчик С английского Мне очень А так В принципе На самом деле Вот Почему это Сложный вопрос Потому что Сразу в голову Приходит столько Классных локаций Которые чем-то Запомнились Мне Очень внезапно Понравилась Грозовая гряда В Нортренде Я буду называть Это Нортрендом Простите Я всегда был Против названия Нордскал Мне Мы с тобой брат Только Нортренд Мне переводчики В душу Нагазили Насрали По поводу перевода На самом деле Когда Собственно Варкрафт Вышел на русском Там были же Просто целые Огромные Треды На всех форумах Насколько же Он поганый И они Выправляли Плюс он вышел Без последнего патча Кстати Насколько же Там были Абсолютно Смешные И глупые Переводы Некоторые Остались Ну спорные вещи Но типа Подгород Мне например Не кажется Очень Ну это слишком Это дословнятина Какая-то Прям очень Андерсити Это как бы Звучит на английском Норм Вообще Но на русском Подгород Это прям Какое-то Дуболумненькое Ну потому что Для нас Во-первых И английский Как бы для нас Все-таки Звучит Круче Немножко Потому что Это другой Язык Все дела Опять же Для Знаешь Для англоговорящих Это тоже может быть Ну Кстати я спрашивал Нет Кстати я спрашивал Специально Собственно игроков И вообще В принципе Вот коллег своих Когда вот вышел Русскоязычный Я говорю Вот типа Кстати Просьба Андрея Вырезать из моей речи Типа Меня просто С предыдущего Подкаста Заразили Как той самой Чумой Которая порченой Крой В 2005 году Поубивала Все сервера Я не могу Теперь от этого Избавиться Так вот Я спрашивал А у вас Вот нормально По ощущениям Что называется Не знаю Город Андерсити Абсолютно Нормально Нигде не шевелится Вот у нас Вот подгород Многие очень Бомбили От подгорода И Нордскола И Нордрэнда Если прям Честно То вот как раз Таки подгород И Луносвет Условный Вот к ним Претензий У меня никогда Особо не было Как бы Да ну забавно Что вот так Вот напрямую Нет Меня забавляло То что Это сейчас Кстати Я освежил память Благодаря Работе над Вот это Нашим проектом По лору Варкрафта И там Собственно Город который И стал подгородом Ну точнее Город который Находится над Подгородом Который сейчас Руина Просто город Получается Надо город Понимаете Этот город Назывался Ну то есть Скажем так Из-за немножко Ленивости сценаристов Видимо Варкрафта Он назывался Столица Просто столица Да Потому что Я так понимаю Они не могли разобраться То есть У них Называется Этот же Королевство Королевство У них называлось Лордерон И они Я так понимаю Не могли решить Это у них город Называется Лордерон Или Королевство Называется Лордерон В какой-то момент Они решили Что Лордероном Называется Королевство А как тогда Город называется Ну все персонажи У нас в игре Его называют Столица Ну значит Он называется Столица Ну все Значит вот Настолько У нас Классные Там были Основатели Что они Посидели и подумали Блин назовем Город Столица Почему бы не Моя любимая Кстати Я помню Я дико Схрюкнул Ну мне очень нравится Как вот С чем реально Покреативили Это Говорящие имена То есть Вот там есть Торговец Никсрес Фил Эмаг Вот У нас он стал Никсрес Наливайка По-моему Прекрасно По-моему Вот это Балдежно На самом деле И вот эти все Имена Они перевели Очень классно Но самое главное Что оно с третьим Вариком Расходилось Это реально Какой-то заговор Мне кажется Да-да Когда ты приходишь И у тебя Блин Вот Нортренд Ну как же Это офигенно звучало И когда вот ты видишь Нордскул Ну прям Ну вот злость В зубах Образовывалась Вместе со скрежетом Да Ну что Давайте мы Повспоминаем Может быть Какие-то Запоминающиеся Арки Сюжетные Или каких-то Любимых Персонажей Наверное Я Ну знаешь Вот Если про арки Персонажей Я просто хотел Я хотел Рассказать Снова Ну так У нас вообще По сути Вечер баек Как бы Вспоминаем И Вот Собственно Одна из лучших Арок Варкрафта Которую Ну мне кажется Все признают Что это У Артаса История Офигенная И У меня с ним Связан один из Лучших Моих самых Запомнившихся Мне моментов В игре Потому что Мы вместе С моей гильдией Где я Ну так сложилось Что я Только докачался На официальном сервере Там до Вот Восьмидесятого Уровня И попал С некими Ребятами Там Ну в чатике Увидел Набирают Врейд вульдуар Это один Кстати Из самых Лучших Рейдов Вообще В истории Вот Был Варкрафта В целом Мне даже Вот по сравнению С новыми Дополнениями До сих пор Ульдуар Вспоминаю С теплотой Величайшей Там Йоксарон В конце Да-да-да Где Йоксарон В конце да, ну я потом просто играл да, вот извините, пожалуйста, я обожаю Йоксарону, несмотря на то, что его просто нагло Близзард аккуратно стыбзили у Лавкрафта вообще-то у них богатый, да сколько Близзард стыбзили у всех отовсюду вообще просто божественный так вот, значит, мы с этой гильдией вот немножко прошли Ульдуард, по-моему не до конца, если я правильно помню обычный Нормал, но после этого глава увидел, что, ну, вроде я там Норм-чувак, взял меня в гильдию и вот я с ними рейдил потом эта гильдия немножечко развалилась через несколько месяцев Мимерон классный Мимерон, особенно на хардкоре, где ты где ты включаешь его кнопку, там такое сумасшествие происходило Зачем вы вьетнамские флэшбеки открыли? Бульдуард, господи, а так хорошо даже, прости Гильдия раскололась на, по сути, две и вот я со второй частью, которая образовала такую десятку прям таких хардкорных игроков я там прям даже стал офицером состава, то есть я был так сказать, близок к рейд-лидеру в плане коммуникации и мы вот вместе уже нашей десяткой трайли Цитадель Ледяной Короны и мы хотели убить Короля Лича ну, первыми на сервере пускай у нас был не самый крутой сервер там даже вот по меркам русских но все равно вот этот азарт у нас был спойлер, мы его убили третьими на сервере к сожалению, мы вот две гильдии нас чуть-чуть опередили, но буквально на несколько часов, если мне память не изменяет так вот, мы я помню, что мы его очень долго трайли и в финальный день мы пошли мы сидели вот с девяти вечера до трех часов ночи мы прям мы отказывались вообще все мы отказывались уходить потому что мы чувствовали что вот вот чуть-чуть вот еще чуть-чуть и мы его добьем и вот когда у нас был финальный трай Короля Лича у меня, значит, играет на фоне Найтвиш по-моему Chest of Wonders я теперь у меня это навсегда этот трек теперь связан с убийством Короля Лича вот просто не оторвешь больше в голове образы друг от друга и у нас под конец битвы выживает два человека там какой-то наш чернокнижник и какой-то танк который уже должен был что там умирать от последнего удара и мы видим как последний шедоу болт летит в него и этого хватает чтобы перевести его вот в эту самую последнюю фазу где он уже уронен вот эти последние 10 его процентов где он просто типа всех вайпает и потом нас всех воскрешает дух этого Тереноса и все это был такой вот честно столько эмоций было мы так все кричали от радости что мы это сделали неповторимое ощущение и я так орал что ну по-моему у меня там я точно разбудил нескольких соседей ко мне через несколько минут в комнату входит батя крутит у виска говорит ты нормальный вообще ты звук то поуменьше вот но в целом я вот дико благодарен своей гильдии она у нас называлась селекшн ну от понятия натуральный отбор до сих пор помню имя своего рейд-лидера Анеско человек с Запорожья матерился как сапожник но делал это так смешно так всех крыл матом пятиэтажным ну серьезно у меня даже мать приходила послушать наши рейды потому что она просто она стояла и угорала над тем как наш РЛ просто всех унижает потому что там кто-то из огня не вышел по классике кто-то где-то не дохилил кто-то что-то а он он сидит и говорит как жаль что кулаком нельзя через монитор я тут как бы ну не буду ругаться но вот это было просто блистательное шоу я еще его сидел успокаивал потому что ну хоть хоть как-то пытался это чтобы рейд не развалился посреди прохождения он такой тише-тише прими успокоительные давай давай все все-все усвоили давайте новый трай все то есть ну чтобы вы понимали мне на тот момент лет 16 а нашему рл-у было ну где-то за 30 никому там около ну хотя я точно не знаю но буду думать если ты меня вдруг АНЕСКО сейчас услышишь и скажешь что все неправда мне тоже было лет 13 но нет это неправда я знаю что ты был старым на тот момент как минимум за 20 то должно быть что мы для подписчиков на бусте выложим лучшие ругательства АНЕСКО за паеволом спрячем да было очень обидно что наша вот такая достаточно сплоченная гильдия она как раз где-то в катаклизме приняли решение переходить на популярный сервер то есть где больше народу где в основном орда тусовалась потому что знаете был прикол что типа все сервера начали немножко делиться на ордынские альянские просто чтобы ты мог найти больше людей с кем можно было в рейды ходить там на вот пвп то есть получалось что там какой-нибудь условный свежеватель душ был чисто ордынским сервером какой-нибудь ой я уже даже не помню как назывались альянские сервера то есть вот было где там 90% игроков они вот определенной фракции сейчас наверное с этим ну сейчас с русскими серверами никак их больше нет но нет в смысле как это нет они я так понимаю что есть или их же не закрыли мне казалось нет их не закрыли мне казалось закрыли нет ну если вроде бы закрыли ну ладно я не буду сейчас проверять эту информацию их стало мне кажется меньше но ну просто нет сейчас ты как бы оплачивать рублем вообще не можешь игру никак да да это да но я так понимаю что в этом и магия сервер остался но чтобы попасть на него надо приложить усилия ну в общем и с да окончание истории было немного грустным что вот наша гильдия решила перебираться там ну почти вот всем основным составом но они раньше как делали они просто объединяли малонаселенные то есть я уверен что я просто помню что у меня был сервер барейская тундра вот он назывался был такой я на нем обитал и насколько я понимаю их потом вот как раз когда я закончил играть в двадцатом году их слили сразу несколько серверов в один реал как бы да потому что там некоторые сервера были совсем уже пропустые да оттуда уходил да и вот у нас да гильдия перебралась на более заселенный сервер а я просто ну честно говоря просто не хотел друзей своих кидать хотел продолжать с ними играть и я такой ну плюс мне очень не хотелось платить много денег за переезд за они еще и хотели фракцию поменять на альянсе такой это еще больше денег а я простите я школьник у которого нету таких я и так отдаю 360 рублей за подписку вы что от меня хотите я и так экономлю на своих обедах максимально куда еще поэтому я такой не простите ребят но здесь когда-нибудь может быть я к вам присоединюсь но увы и вот с тех пор наши дороги разошлись наши дороги разошлись включайте музыку из форсажа простите я сам включил с собой вот если говорить по самому раз у нас получилось получилось два вопроса да это лучшая сюжетка но по-моему это объективно не знаю есть ли какое-то альтернативное мнение что король лич это реально самая классная самая драматичная самая мощная история вдобавок она подвязана с варкрафтом третьим фроузен трон очень сильно это да это как раз таки держал очень сильно игроков потому что хотелось узнать конец истории артаса историю артаса до конца да и многие сейчас даже скажут что ворлд варкрафт для них закончился именно на ваталка потому что история артаса тогда ну по сути закончилась мы не вспоминаем шэдоу лэндс да мы ничего не вспоминаем мы и легион не вспоминаем который не на легион давайте вернем откопаем это знаете откопаем стюардесса тут откопаем нарзула или да на килтуза в общем тех откопаем короче легион был неплохим ну в целом в целом с сюжетной точки зрения он был неплохим да они использовали все тот же но давайте честно как бы сиквел Burning Crusade с машиной времени мимо пролетает на здарму и чихает пылью времен но все равно создавался прикольный такой момент кульминации потому что куча персонажей которые вернулись из небытия истории у вас тут и Аллерия вернулась вместе с этим Турлеоном и Иллидан и Нерзул и Голдан и собственно Саргерас в конце появляется втыкает я обычно ставил удаление на Саргерас если вы понимаете о чем я Саргерас да и то есть ну чувствовался такой момент кульминации большого вот большого куска истории Варкрафта действительно такое было да и в целом там какая-нибудь история ночерожденных вот эту вот но мне еще если добавить как раз про сюжетки мне очень понравилось как раз вот меня друг попросил поиграть за Воргенов мне очень понравилась вот эта история ну то есть опенинг за вот этого проклятия да про это маленькое островное королевство по-моему супер классно поставлено очень драматично да это Гилнес он полуостровной простите простите я душнила душнила полуостровное хорошо но тем не менее я очень хорошо просто помню вот эту хотя бы сколько лет прошло когда меня попросили да еще вот этот да как бы такой как-то сказать еще такая атмосфера то что оно закрыто огромной стеной привет игра престолов да поэтому мне вот очень нравится стартовая сюжетка за Воргенов вообще стартовая история мы даже отдельно проходили я помню стартовые сюжетки Воргенов и Гоблинов потому что ну они прикольные а я за многих проходил кстати я хочу сказать что ну это мы следующим да там уже вопросом по поводу того сколько Варкрафт наделал что теперь его никто никогда не обгонит у нас еще вопрос о рейде самым классным вот я вспомнил из катаклизма мне безумно нравился сумеречный бастион да синистра жесткая просто и чугал я просто люблю вот этих дебилов которые двуголовые которые я готов я не готов я убью тебя вот это просто мои любимые деграданты но на самом деле чугал очень жесткий был тоже на самом деле начало катаклизма было очень классное в плане рейдов вот стартовые его рейды мне помню хорошо мне они прям очень зашли их было у нас несколько у нас было в черной горе у нас был сумеречный бастион было что-то еще блин сказал я мне они хорошо запомнились и сижу такой было что-то еще было что-то еще да они очень жалко что они же хотели сделать еще рейд в неолоте то есть под водой но видимо из-за негативной реакции игроков на подводную локацию кстати очень прикольная по механике локация и как она у нас это с battle for azeroat не в катаклизме а в катаклизме где ты еще на морских коньках катался ой да слушай блин классная же классная локация но игрокам видимо механически она то ли не очень понравилась по-моему там был просто очень душный коридор ну я не знаю я вот пытаюсь вспомнить и мне как-то не это и поэтому как-то не сложилось у них в общем с рейдом там даже это было забавно что ты там приплывал к такому месту где был вход в подземелье и рядышком был вход уже в будущий рейд то есть вот буквально была сделана вот этот портал как бы в рейд но он никогда не был активным потому что рейд они в итоге не добавили возможно почему мне кстати вспомнился этот самый господь милосердный вот уже возраст на самом деле не тот сумеречный бастион мне тогда другу выпал сумеречный молот фиолетовый из Чугала который ниднул себе с собакой шаман я тебя ненавижу я не скажу как тебе причем знаете что самое интересное вероятность его выпадения 14.88 как я потом посмотрел я поэтому запомнил подкаст запрещен бух у нас из самых наверное везучих роллов как раз когда мы осваивали хардкор Ульдуара когда мы первый раз убили Йоксарона плюс 4 и нам падает головами Мирона я выбрасываю сотку и Анеско снова привет ему сказал ну ты саный лакерок нет он сказал скажем так ну ты нецензурное название ЛГБТ персонажа забирай ой да так ну и ну из давай из рейдов ну наверное я повторюсь что для меня ЦЛК и Ульдуар навсегда в сердечке внутри брат да вихрь костей а битва орды и альянса на дирижаблях кто это там вдалеке это же корабль альянса все на палубу боже и сурфанг потом ах великолепие вот не не рейд великолепие еще потом это тухлопус гниломорд профессор мерзоцит нет просто хорошие новости народ ЦЛИС снова потекла самое главное что у меня потом все вот эти вов воспоминания в общем я хочу сказать Близзард с одной стороны спасибо с другой стороны проклинаю их многократно потому что меня Хардстоун зацепил именно тем что они использовали сэмплы музыки из Вова персонажа из Вова и ну в общем все из Вова и когда ты там видишь условного принца Келесета или там принца Толдорама ты такой вы что делаете ну вы зачем это ну когда там у тебя там карта Малегас да или там персонаж это Тирион ты такой суки суки твари зачем вы эксплуатируете мою любовь к Волду Фаркрафту чтобы я в ваши картонки саные кидал потому что любовь продается любовь продается да 359 рублей первое место подписки давайте поговорим о том что Артем у тебя ну был какой-нибудь запомнившийся рейд я наверное не то чтобы прям был очень рейдовый игрок но из тех рейдов что я играл у меня конечно топ 1 занимала душа дракона в катаклизме это файнал файт со смертокрылом где ты как ПДВшник там парашютируешься просто там на спину и там происходит разный небесный эпик но часть вот то что они как бы по сути одного босса разделили на два отдельных боя где те сначала надо его спину грызть а потом добивать мне эта идея понравилась но в целом меня финальный босс разочаровал вот это биение щупалец как-то мне показалось не особо интересным ну пожалуй соглашусь но просто от него был вайп такое ощущение когда ты завершаешь просмотр сериала и вот у тебя главная гадина огромная по которой ты можешь карабкаться я себе просто в голове это дорисовывал как будто я в шедл в за колоссус но на тех мощностях что мог мой компьютер позволить себе в тот момент а вообще тему хардстоуна хочу добить что вот Даня уже сказал что очень много персонажей кого-то еще перенесли в хардстоун из ворда в варкрафта и у меня как раз был такой экспириенс в самой вовке я в рейды ходил очень редко потому что я больше такой максимально пве сюжетный игрок то есть я ходил вот задрочить все начальные локации всех рас всех классов там вот вообще за здрасте по миллиарду раз пройти цепочку прокачаться до сотого уровня а потом сразу же начать заново с другого персонажа вот это вот моя тема была а ты ты даже квесты читал я читал все абсолютно молодец я тоже мы не уважаем людей которые не читают квесты конечно ну вот и с помощью хардстоуна я в принципе для себя какие-то как будто бы пробелы ликвидировал потому что я в хардстоуне пофайтил всех боссов которые были главными рейдбоссами в вовке но с которыми я например и не встречался включая там того же лорда ребрада и вот это вот все то есть все звуки все отсылки все меметичные фразы я знаю наизусть но не потому что я видел это в варкрафте а потому что я это в хардстоуне накидал картонками ты сказал про душу дракона и мне вспомнился еще один мем вот как раз со времен катаклизма у нас впервые игроки смогли увидеть тот самый водоворот воочию который всегда где-то на карте зиял огромной дырой и была тема что игроки немножко были разочарованы что водоворот ну какой-то он массенький какой-то такой вот на карте он блин с полпланеты простите а тут ну какой-то такой ну скромненький типа не эпичненький и помню близзарды смеха ради чтобы повысить эпичность запилили там это на 1 апреля или что-то такое было летающую акулу на которой был динозавр на котором был рокер играющий и по-моему акула стреляла лазером вот и такие вы хотели эпичность вот вам эпичность мне кстати финал катаклизм ну то есть финальный рейд вообще не понравился вот огненные просторы с рагнарусом намного интереснее огненные просторы были лучше ну я согласен типа и шенокс обалденный и фендрал оленей шлем ну и рагнарус конечно тоже классный мужик горячий вот так сказать давайте я думаю что стоит поговорить о таком прекрасном явлении как вообще а что он еще жив которые нам часто тоже задают журнал мир фантастики вот мы подумаем о том почему вов все еще жив как он жив и что за этим стоит и я на самом деле очень коротко хотел бы сам сам задал сам ответил да как это называется то у нас армянское радио вот мне кажется что просто за эти годы это кстати стало же и проблемой варкрафта что ему приходится теперь реюзать и редкониться и вообще изгаляться последние дополнения поэтому мне даже не хочется у них там погружаться даже если бы у меня был способ очень маленькая вероятность что я бы в него погрузился а вот заново бы все прошлое пережил это правда так вот он сделал столько плюс количество игроков и ему смогло обеспечить такой контент набор и набор обновлений а у Blizzard при этом были ну у них были все масти то есть у них были сценаристы ну и есть наверное сколько-то еще все еще которые вменяемые не заперты в подвале что-то еще могут у них лучшие художники были я думаю вплоть до ну до того в принципе до последних времен все еще у Blizzard много хороших художников талантливых характерных у них всегда прекрасная музыка и вообще то есть бюджета мы даже не можем себе представить чисто теоретически сколько бабок было угрохано за эти годы в World of Warcraft да это собственно игра которая чуть ли не в одиночку Blizzard в какой-то момент могла содержать это так и было под период когда у них ничего не выходило если мы посмотрим игры Blizzard то у нас получится там что от Warcraft до Starcraft от третьего Warcraft до второго до 2010 да то есть у них получается что с Вова до Starcraft у них в 6 лет не было никаких игр и это им норм и собственно говоря потом у них был опять же такой не очень небольшой промежуток когда у них ну у них сейчас по сути опять же не то чтобы их много то есть если мы говорим там 90-е и 2000-е у них каждый год что-то прям брямкало а здесь в лучшем случае что брямкает это какая-то DLC-ха хотя в принципе у них более-менее ровненько нам у нас ощущение ремастеры все время возвращают да какое-то что-то все-таки у них есть но неважно самое главное что Вов он за эти годы несмотря на то что он потерял довольно много игроков несмотря на то что лучшие годы World of Warcraft позади вот мне кстати интересно надо было сделать простите друзья домашнюю работу сколько игроков у них было на пике я не помню 12 миллионов было на пике а сейчас по-моему что-то было цифр менее двух или трех ну вроде как официально я не могу назвать так как они не публикуют ну собственно вот я посмотрел данные по отчет IGN было написано что подписчиков в 24-м году в целом подписчиков те у кого есть подписка на Вов было 7 миллионов то есть actually игра все еще ну это со всеми вариантами да более чем жива то есть чтобы вы понимали на состоянии в октябрь тире ноябрь 24-го года несколько миллионов людей имеют ахая понятное дело что игра это меньше многие мне кажется по инерции продляют подписку возможно банковская карточка привязана просто на автопродление это тот самый это тот самый спортивный зал где ты ни разу не был да но выходит что нам друзья пора признать потому что помните было время там где-то наверное с Burning Crusade примерно и до начала десятых где каждая вторая игра и журналисты встречали каждую вторую игру дороже чем там за 5 долларов сделанную ммошную это убийца Вов это убийца Вов Вов скоро умрет Вов убьют Вов такой ага конечно давайте подержите мое пиво подержите мое пиво я сделаю это сам вот и в результате у нас получается что есть конечно игры которые ну например самый главный конкурент который наверное единственный сравниться с количеством вложенного времени денег и жизни существования ну то есть конечно не настолько есть Final Fantasy 14 Realm Reborn которые в 2013 году в 2010 какнули ужасные версии потом за 3 года перезапустили 6 дополнений и это все еще типа в данный момент лучше на мой взгляд после World of Warcraft а может уже если бы здесь был Сергей Целюрик он бы сказал что лучше MMORPG на планете но в результате что у нас Elder Scrolls Online живет только на фанбазе Elder Scrolls хотя там тоже уже существует много дополнений там тоже вложено Guild Wars 2 в принципе до сих пор как бы существует Lord of the Rings Online очень нишево но живет я все еще не понимаю как живет Black Desert Online простите если есть фаты вы мне можете рассказать как и Lost Ark Star Wars Old Republic каким-то в общем-то образом все еще существует и в общем-то ну говорят еще Neverwinter жив но это не точно ну кстати тут у каждого у каждой игры есть как бы какие-то но они все все еще не сравнятся то есть если их сложить наверное все вместе будет равнозначно да и надо наверное признать то что у нас больше никогда не будет ну короче говоря World of Warcraft 2 у нас нигде ни в чем и мне кажется наверное никогда но во всем случае на нашей памяти не случится согласны ли вы мне кажется да я не вижу пока никаких предпосылок к сценарию когда вообще жанр ММО снова станет таким именно ММО RPG станет таким каким вот он был в середине нулевых и китайцы перестанут умирать играя по 16 часов ну может быть потому что сейчас ведь почему Warcraft вот считается что он там умирает он умирает не потому что внезапно он там скатился стал плохой игрой да у него там бывают неудачные сюжеты бывает много неудачных сюжетов это не делает игру сразу там мертвой или что-то ведь кстати огромное количество людей играет в World of Warcraft не из-за сюжета там по другим причинам WoW это одна из немногих MMORPG которая благодаря своим бюджетам в том числе смогла именно что адаптироваться к новым временам когда игрок стал как бы меняться когда вот стало меньше людей которые готовы там 15 часов сидеть да что уж там 15-24 часа сидеть потягивая третий но это даже кстати заметно по геймдизайну самого WoW то есть видно это мы последним вопросом еще разберем да о которой видимо я буду солировать но видно как Warcraft становился не просто как бы удобнее а скоропостижнее то есть все для того чтобы человек то есть условно если во времена там короля лича ты мог если ты заходил в игру меньше чем час тебе просто ну там ну невозможно было быть просто ты ничего не успеешь делать почту проверишь там я не знаю или там сядешь на дирижобль ага вот а теперь ты реально ну последние там наверное несколько дополнений но я уверен что тенденция плюс-минус одинаковая что ты можешь зайти в игру реально победенный перерыв там на полчаса и что-нибудь сделать сходить в рейдик короткий в подземелье ладно не в рейд да сходить в подземелье сходить на арену там сделать несколько квестов где будет понятно что куда ты на автопилоте туда ты бежишь да да это суть это суть в том что вов попал вот в нужное время и нужно что-то переизобретать новое хоть думали что это игры сервиса но нет они тоже обкакались и здесь как бы вот этот факт какого-то устаревания игры он происходит чисто из-за того что ну меньше свежей крови как бы приходит вот просто из-за того что ну вот представьте да игре 20 лет и сейчас условный 13-летний какой-нибудь пацан у которого на выбор либо каточка в фортнайте либо какая-то громоздкая игра которую что там вообще сколько там всего там какая-то вселенная которая уже 30 лет с гаком он теряется не я лучше пойду вот там вот тот фортнайт там прикольно там весело вот ну то есть и быстро главное и быстро да и здесь ну не столько вина blizzard хотя blizzard можно обвинить просто господи во всех чтобы только не обвиняли на самом деле мира да но вот в том что они взяли и простите просрали world of warcraft я бы вот прям вообще не мог бы сказать игра стабильно ну как это сказать стабильно меняется они стараются делать так чтобы люди чувствовали что в игре разнообразие не всегда это удачно там опыт с этими как они назывались вот как раз в дреноре появились игровые дома не дома а эти гарнизоны гарнизоны во и там вот эти были столы где ты отправляешь на миссии вот это там эксперимент признали ну не особо удачным потому что ну честно говоря меня вот гарнизоны и стол я понял что мне когда я насильно себя заставляю заходить в игру чтобы обновить вот эти миссии персонажей в этих гарнизонах я понял что блин мне уже не хочется в игру заходить я захожу только вот ради того чтобы это на кд снова ушло и снова уйти там по своим делам учебным и так далее я понял все нет я от игры удовольствия перестаю получать в таком в таком процессе вот близарды отказались потом они там урезали эти столы там в следующих дополнениях там в том же легионе потом вроде как они потом совсем отказались от вот этих столов заданий стали думать над какими-то новыми вещами в шадоулендах появился рогалик в этой утробе вот который я ну не знаю вроде как сначала игроки очень сильно по нему хайпили говорили что очень круто потом я вот немножко потерялся я дальше уже не знаю вроде как заглохла эта идея сейчас вот стараются как-то с этими слетающими маунтами вот в последнее дополнение старались какое-то разнообразие сделать чтобы полеты были не просто на автокнопке а вот какое-то тоже давали какую-то мини-игру в общем игра живет минимальными максимальными стараниями но вот она растет в каком-то смысле и это круто пускай и это уже не вернет ей каких-то былых амбиций там 12 миллионов онлайн Олег есть что добавить это ты наверное мне который когда он прекратит нас путать вы перестанете быть одинаковыми все эти расизм грома и орка путает дошмар я вообще хочу сказать портреты не подгрузились хочу сказать мне кажется что Близзы на самом деле молодцы то есть типа столько лет поддерживать игру и добавляя какие-то нововведения пытаясь ее осовременить чтобы она на таком уровне держалась и не сдохла это вообще подвиг но мне все равно кажется что Близзы гонятся за лошадью которую им не догнать в принципе уже никогда потому что игровая индустрия сильно изменилась портрет среднего игрока активного тоже очень изменился и ну по моему прости прости лошадь которую они никогда не догонят это я сейчас что-то про Ходз подумал не упоминай этого мертвеса моего любимого это то что я Близзам не смог простить одно из у меня кстати много знакомых кто Ходз прям искренне любил не ну он еще живой как бы номинально но но не об этом направляемое это главное да в общем я считаю что Близзам нет смысла как бы гнаться за этим и пытаться все осовременить потому что закончится это в любом случае ужасно типа наше поколение игроков пришло в потому что был определенный бэкграунд и нам хотелось увидеть продолжение той истории того мира с которым мы уже были знакомы а условному современному игроку зумеру вот он приходит в эту игру с огромной историей какой ему смысл продолжать в ней разбираться то есть с каждым аддоном происходит столько новых событий и редконится столько старых событий что это становится каким-то неподъемным грузом для того чтобы просто его осмыслить понять и получить интерес да история в том что мне кажется что вкатиться в вов можно было ну где-то ну катаклизм как бы перезагрузился да условно говоря чем дальше тем мне кажется все сложнее сложнее и вот я сейчас подхожу к тому можно да мне прям последний момент мощный смотрите я хотел сказать про вов классик я когда заходил во в классик это было очень недолго это было довольно мучительно и я понял что я бы вот сейчас бы вернулся потому что сейчас вов что у нас в классик рич кинг по-моему или катаклизм же еще не запустили классик насколько я помню как раз вот в любимые времена короля рича я бы вернулся но я вот был классику обычную и Burning Crusade когда ты заходишь в классику ты понимаешь что вот ту игру в которую ты играл она совершенно другая это реальная игра там 4-5-6 года ММО то есть ты заходишь и скиллы у тебя другие и они не такие эффективные и фейс ролить ты больше не можешь и в итоге понимаешь что можно убивать лишь одного моба в локации за раз да потом дальше на мобов стоит очередь ну во всяком случае были в те моменты когда я заходил то есть люди реально стояли по пещеркам ждали спавна почему потому что ты банально ну должен весь контент поглощать который тебе предложен чтобы качаться то есть ты должен бить по всем локациям заходить то есть как это сделано там начиная с леча и уж тем более с катаклизма ты начинаешь там персонажем даже если ты решил с первого уровня качаться ты просто на спидах пробегаешь какие локации хочешь периодически повышение уровня ты дает там случайный поиск подземелья тебе хватает и опыта и шмоток ты можешь просто фигачить по основной сюжетке пробегать в принципе одно дополнение ну то есть реально часов мне кажется можно выкачаться до 60 за пару вечеров ну было вот так во времена там условного ну Battle for Azeroth допустим да мне кажется даже и быстрее вот а теперь ты должен делать все квесты а квесты еще которые ты не можешь брать красные и ты такой стоишь и думаешь а где мне идти и что делать качаться то есть ты должен прям пройти условно там Лохмадан Болотина Арате Пустоши Бесплодные земли Ущелья Внутренние земли Выжженные земли Мохнатые Зеленые Красные Синие ты должен увидеть все ты должен на всех локациях своего уровня побывать плюс это реально вот ну опять же где-то только наверное с сорокового уровня ты начинаешь чувствовать себя человеком то этого ты нищий ублюдок ты реально вот этот опять работает вот этот до сорокового ты передвигаешься пешком да до сорокового ты передвигаешься вообще пешком то есть если сейчас актуально ВОВ это такой парк аттракционов где ты можешь сесть на любую качельку на любую карусельку то здесь это вот огромный рудник где ты должен помахать киркой и это реально очень много духоты очень много сложностей элемент сурвайвала потому что вплоть до того что там спавны все другие кладбище другое рейды намного просто какие-то абсолютно мега кончены те где тебя просто босс делает и все просто вайпаются одним то есть ты там математически должен со своими бро знать куда встать и когда подпрыгнуть чтобы тебя не ушатало какой-нибудь ауешкой и ты такой блин как же это было наверное дико в 2004 5 6 и как же мягко нежно они начали делать начиная с короля лича и далее и далее и далее что сейчас это просто плейграунд для любого игрока но захочет ли туда заходить но конкретно снг игрок по большей части туда и не сможет войти потому что нам сказали пока я могу добавить про классик потому что я в него сам не играл но я думал об этой всей ситуации и честно мне сразу это показалось такой штукой для именно олдов которые хотели бы знаете вот 10 лет спустя снова сесть за руль своей старой потрепанной пятерки пощупать этот кожзамовый салон эту дряхлую ручку переключения передач а потом вернуться обратно в свой нормальный бмв вот условный то есть для нового игрока вот я не застал оригинал я не играл в оригинальный вов только с barney crusade и я думаю зачем мне это я прекрасно понимаю что там чтобы прокачать персонажа у меня уйдет месяц сколько вот игры вместо 2-3 дней на актуальной версии зачем зачем мне вот просто ради того чтобы почувствовать как деды это называют настоящий хардкор сынок ну типа ну окей ладно но все-таки да вот если вы играли в те времена и вам просто хочется вот это обронить слезу ностальгии вот вспомнить каково было тогда тогда было хреново будем честны боссы я видел боссов оригинального вова и как их просто запинывали 40 человек тапками это не очень веселое зрелище там вплоть до того что то есть реально такое ощущение что играешь по нерфленной игру точнее да диков в котором там условно тебя нет ни денег ни ресурсов любой враг который выше уровнем а там нет скалирования в классике в Бернинг Рузейде по-моему это и появилось я не уверен но вот точно в самой классике тебя просто может ушатать первый волчок прибежавший сбоку шестого уровня а ты первого начиная с леча этого просто не могло случиться во-первых тебе волчок в стартовой локации такой не прибежит я не хочу чтобы меня корова шестого уровня убила это не весело это больше не весело тогда это наверное было весело сейчас нет тогда это было в новинку конечно тогда по сути лучше и не было то есть вот ваш как бы пик вот он только вышел и да это интересно это весело потом это стало лучше 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 поэтому классик изначально я сразу такой ну да это для так сказать для трипов прошлое посмотреть поностальгировать но не более того хотя опять же не могу говорить за всех знаю несколько людей которым прям это очень нравится им нравится дух старины они играли и вот в классик который классик классик и который burning crusade классик и вот лка классик и вот продолжают сейчас даже насколько я знаю появилась такая тема как оно называется путешествие во времени ну вот путешествие во времени знаешь я говорю о том у них есть такая сейчас механика как на два месяца на несколько месяцев они как бы включают отдельный вот сервер для как будто бы под определенное дополнение туда ты прыгаешь уже своим персонажем с актуала он у тебя дескалируется до значений того самого дополнения да 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 и ты можешь прочувствовать вот весь контент того дополнения вот так вот сразу персонажем как будто бы из того времени потому что я слышал только положительные отзывы вот сейчас где-то месяц назад закончился сезон мисцев пандария и все такие блин это было круто здорово классно было вот я вот не застал пандарию в оригинале ну это цитата вот сейчас было здорово в ней прокатиться прикольно кстати я считаю ну я последние дополнения не играл два считай по честному три но вот наверное пандария это тот момент когда меня прям я понимаю для кого это было сделано для тех кто миллионами покупал на востоке варкрафт и умирал в интернет кафе чтобы принимать законы ограничивающие количество игрового времени там подростков в том числе я думаю но тем не менее мне кажется что переломило тебя на пандарии меня пандария переломила прям очень сильно выкинула из погружения потому что это было абсолютно рандомное и очень сильно азиатское а вот но я говорил у меня такой перелом случился на дреноре хотя казалось бы вся промо-компания дренора была это типа мы возвращаем тот самый варкрафт вот вы хотели вот варкрафт военное ремесло вот орки брутальность и вот все вот это но меня там переломило пандария внезапно я может быть как-то к ней относился ну как-то более-менее нейтрально может быть чуть-чуть положительно во время пандарии но после того как дополнение закончилось я понял что это было одно из лучших дополнений вот честно для меня после условного вот Барнин Крусейда вот лка который в сердечке просто потому что я с них начинал играть пандария была единственным дополнением где сюжет решили написать с нуля свой который не пытается реанимировать уже пережеванных десять раз персонажей ну там кроме условного гароша история которого просто подошла к концу в пандарии там ну условный Чен я же правильно помню что его Чен звали который пивоварта он в принципе никогда не был переваренным потому что его в Варкрафте было очки и я посмотрел на все это со стороны подумал блин ну реально же круто запарились и сделали прям хорошую доп да я абсолютно согласен с тем что китайская нарочитая китайская тематика она далеко не для всех игроков далеко не для всех игроков World of Warcraft которые там не китайцы и кстати вот мне кажется что кроме китайцев по моему у них проблемы или они кончились помните там были проблемы с соглашением NetEast и Blizzard что-то было по моему мне кажется что они вроде как бы помирились и снова начали распространить мы не в Китае поэтому мы не можем говорить за это но кстати мне кажется что пандария классик не очень людям интересно то есть мне кажется что катаклизм классическая серия вот этих вот а давайте мы попробуем все еще раз для ностальгаторов мне кажется она тоже обломится очень сильно и я думаю что пандария станет последним классик сервером ну посмотрим мне кажется легион уже в принципе можно запускать подобный почему нет а вот вообще такой вопрос раз уж я тут немножко про пандарию сказал а у вас есть еще ну вот какое-нибудь такое дополнение не первое не в которое вы залетели которое вот поняли что оно лучше чем казалось бы но я с тобой солидарен полностью для меня это тоже пандария потому что когда она выходила было очень много скепсиса про то что что они сделали с моим мальчиком и очень много мемов про то что якобы в третьем варкрафте не было пандаренов вообще там была отдельная мемная прослойка про то что что за панды откуда они взялись кто их придумал но было такое что ой вы дополнение родили из шутки в третьем варкрафте потому что пандария была шуткой пивка для рыбка для рыбка да но когда я начал играть оно было приятно освежающим потому что вот этот восточный сеттинг он был сделан грамотно потому что было видно что он сделан не азиатами а западными людьми которые придумывают восточный сеттинг на основе своих каких-то представлений и своих поп-культурных феноменов типа как мультик кунг-фу-панда да абсолютно и поэтому нам как плюс-минус западным игрокам в это было легко погрузиться и не кринжевать то есть это неусловный блок миф фуконг как вы думаете кстати кунг-фу-панда вдохновлялся миссу в пандаре ну нет он вышел раньше он вышел пораньше не сильно раньше но пандарена-то там да но у нас миссу в пандаре 2012 года если я правильно помню а первый кунг-фу-панда у нас какого 2008 какой-то 8 этап ну так как будто бы как будто бы наоборот просто но да если там взглянуть на ту же историю этих как их жуков-то из головы вылетели нерубов нет вот как раз таки в пандаре неинтересно но нерубы кстати их родственники по сути потому что тоже ну ты вот это тебе не только светлые поляны там цветочки фермы ферма в пандаре ух сколько овощей там было выращено слушайте я пока какал катаклизм классик запустился что называется я что-то пропустил этот момент все лич уже кончился там уже катаклизм и всего доброго господа они вообще очень быстро друг друга сменяют я тоже даже не успел проследить вот ну видите мы насколько уже не в курсе этот сам подождите давайте посмотрим когда это было запуск серверов это просто такое обидное ощущение что складывается такое ощущение что я прям вообще выпал из жизни а 21 мая какого года а этого ладно не так все все фу катаклизм вышел в мае 24-го года а сейчас должно выйти Rage of Firelands часть обновы на момент записи да да момент записи классно дополнение с Ragnaros было было кайфовым да абсолютный топ ну в общем да я хотел закончить мысль что в Пандарии несмотря на то что про нее шутили что вот она вся такая про вот это вот китайских няшных пандаренов все вот эти цветочки солнышки и тд и тп там было очень много люто темных историй и про рабство и про вот всякую хтонь привет и шарадж да было немножко подвязано все это на китайский вот этот манер что темные эмоции пробуждают лыхша и мы должны их побеждать очищая самих себя вот это вот все есть ци и ини янь но тоже блин разнообразие прикольно рейд с как он назывался с троном грома один кстати я его к сожалению в его истинном величии не застал я в хардкорные тогда не ходил только успел нормал один раз вот ну или пару раз пройти но тоже очень классный рейд с классными боссами мне он действительно напомнил ульдуар а на него очень сильно ориентировались когда создавали ну видно да но я там честно говоря никого не помню кроме джинроха который сам первый там да ну а сам шейл лейшейн а ну и лейшейн ну финал да лейшейн да они блин похожи одному колпак на деле металлический господи я вообще не люблю могушанинов могушанин я считаю одна из самых дегенеративных рас вообще в принципе из всего варкрафта это просто могу могу да ну ну нефритовые големы големы короче големы нефритовые а в принципе големы это не интересно и сейчас все титаны взяли ну блин мы старались ну да мы старались лепить могу из того что было некоторых слепили из говна некоторых из палок там там была одна интересная механика которую они по-моему ни в одном дополнении больше не делали кажется это временный забег по комнате сокровищ там была такая штука что ты зарабатываешь там как-то вот в процессе дополнения немножко такой с особой валюты и можешь эту валюту тратить на проход в вот именно на острове грома еще да там были забеги на скорость был такой типа коридорчик где тебе дается вот я не помню сколько несколько минут на то чтобы пройти максимальное количество сундуков открыть там куча ловушек там какие-то эти появляются гоблины гнолы которые у тебя лут крадут вот я могу ошибаться но мне кажется что разве в battle for a zero такого не было честно не помню мне почему-то казалось что там что-то типа того было но тут я не могу сказать я вот честно там были я вспомнил с чем я перепутал там были экспедиции которые похожи но не то экспедиции прикольные экспедиции я бы сказал больше похожи на сценарии из пандария они вообще вот эту тему со сценариями пытались как-то развивать во что-то вот такое более интересное чтобы игроки постоянно туда ходили так как в пандарии они довольно быстро все на это дело забивали хотя казалось бы это новый вид интерактивного квеста в который ты загружаешься и можешь его пройти теперь я не перепутаю Артем Артем подписываюсь под каждым словом так ну что можно сказать хотелось бы нам бы чтобы Варкрафт жил долго и счастливо сколько там еще аддонов-то впереди говорят два вроде как ой слушай они обещают Аккуратненько так Мэдсен если что главный сценарист вообще вселенной Варкрафт который недавно вернулся из такого из забоя из да-да творческого из семейного из творческого отпуска он сказал что у них планов на что-то еще типа 10-15 лет вперед я уверен что конечно там снова будет жеваная пережеваная Портал времени на здоровом открыл портал в битву с титанами номер 3 мультивселенная Варкрафт Артас из параллельной вселенной заражается со злым Артасом добрым Артасом и Артасом который стал королем Личом но вообще мне интересно посмотреть к чему приведет вот сюжетная арка таких трех мини-дополнений да ведь у нас вот этот War Within Midnight и Last Titan по-моему они называются это все таких три мини-дополнения которые по сути своей составляют одно большое то есть они по времени будут идти не два года как обычно а вроде как только год и мне интересно куда это приведет потому что обещают что Last Titan это будет прям кульминация вообще вот всей истории Warcraft до сих пор и после этого они прям я не знаю произойдет вот этот знаете из комикса New 52 или что-то полный перезагруз короче вашей вселенной происходит начинается Warcraft 2.0 я не знаю вот мне интересно посмотреть кстати по поводу Warcraft 2.0 я так понимаю что там же получается что ключевые персонажи то у нас остались это Адуин Рин Трал Вечно Живой Вечно Пьяный как говорится Магни и Олени и в принципе на самом деле Blizzard я очень боюсь кстати что они так сделают что они сделают как в свое время New World Computing сделала Smite and Magic то есть они просто бабахнут и перейдут все на какую-нибудь новую планету перелетят и начнут там все типа заново например заново отстраивать Альянс заново отстраивать Орду или наоборот они будут существовать мирно появится какая-нибудь еще угроза может там будет третья сторона короче на самом деле там реально можно накрутить очень много напридумывалось я хочу чтобы сюжетным поворотом оказалось что это все сон собаки нет что все материки которые мы до сих пор видим что видим на карте они то отображены только на одном полушарии а там есть обратная сторона Азерота да 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 нет просто мне кажется знаешь что там находится на самом деле пробочка как в ванной которая так еще водоворот да и там еще один водоворот можно сделать ну ладно друзья мы конечно на самом деле можем обсуждать World of Warcraft довольно много вспоминать какие-то мемные истории перечислять всех персонажей которых мы сделали все рейды в которые мы сходили все дропы которые мы потеряли возненавидели примерно полтора часа говорить какие хилые сволочи или кто там сорвал агро и нас всех убило но в общем все это конечно с одной стороны в прошлом с другой стороны оно всегда будет жить в нашем сердечке обязательно напишите какое дополнение к World of Warcraft было вашим любимым кем вы играли много ли ли вы потратили на это время ну и играете ли вы сейчас какими-то хитрыми обходными путями за много-много денег или вы счастливый житель более прекрасной части Азерота чем мы в тот момент большой ли вы любитель ПВЕ или ПВП ПВП которое мы вообще не упомянули да мы вообще не упомянули ПВП я честно говоря практически не играл ПВП о я играл я жесткий но бососин и единственное что на батлграунды ходил иногда но я всегда был шестой спиной слева практически всегда кроме тех случаев когда я играл за чернокнижника и меня там каким-то чудом сказали теперь короче чел там какая у тебя там порча херорча короче чувак ты будешь главным ддшником у нас что-то маги какие-то пососные я так а что расчехляю пианино вместо клавиатуры в общем я ваталка чуть-чуть аренил пытался достичь хорошего ранга после этого я считаю что Близзарды баланс в ПВП просто забили на него болт после этого дополнения и вроде как большинство игроков это подтверждают я из всех своих воспоминаний скажу одну лишь вещь жрецы я не помню это называется по-русски послушание дц присты короче дцп ой простите они сволочи потому что вечные щиты и простите манаберн худшее сочетание которое можно встретить в игре от всей души ненавижу все на этом мы закончили да ну и ладно давайте я вставлю мини справку по поводу последнего дополнения я в общем-то готовился немножко все-таки начитал но это не мое мнение а мнение людей люди многие реально готовят многие люди реально рады последнему дополнению то есть говорят что хороший сюжет типа хороший сюжет ксала от ад прекрасный злодей его очень хорошо долго вписывали и побочные квесты очень классные и локации очень красивые и дизайнеры молодцы и героические таланты и отряд прям чмоки-чмоки близзард в щеке но не знаю а если вы играете напишите нам блин здорово вот бы поиграть здорово вот бы поиграть близзард hello we can buy for rubles please а отправиться по ностальгическим волнам прекрасный азерот мы смогли сегодня благодаря вашей поддержке и конечно отдельно хочется поблагодарить наших топовых бустеров антона дзодзикова данаю тиграна казаряна юлию домну андрея зыкова и алексея суботина большое спасибо вам друзья шлем вам лайки за голду чмоки в пупоке ладно друзья на этом наша патечка блин получается трех тд расформирована ваш отряд расформирован блин всего вам самого лучшего и до встречи в озеро пока-пока 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 и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok